Всем привет! А мы с вами начинаем новый влог. У меня отличное настроение. В холодильнике холодные фрукты, на улице обалденная погода. Мое сегодняшнее утро начинается не как всегда с мукбанка, а сегодня с монтажа. И еще плюс фруктов. Сегодня у нас это будет дыня. Я ее в последнее время очень люблю. Даже больше, чем арбуз. Уже лет 5 точно моя золотая цепочка в порванном состоянии лежит вот в этой коробочке. Я ее не могу носить, ювелиру тоже отдать не могу. Все, боюсь, что мне ее укоротят или еще что-то произойдет. Дело в том, что уже который раз сталкиваюсь с недобросовестной работой ювелиров, поэтому в этот раз я возьму с собой обязательно свои весы, взвешу их, а затем уже дам ювелиру. И сразу скажу, что вот вес такой-то, вы мне должны вернуть в таком же весе. Потому что по-другому я не знаю, как с ними бороться, где найти добросовестного ювелира, я тоже не знаю. А починить цепочку все-таки хочется. Я специально покупала себе вот такие ювелирные весы. Их тоже, пожалуй, я возьму с собой, чтобы потом проблем не было. Еще немножко хочу прогуляться. Надену вот это платье. Заказывала его с шеей, ни разу не носила. Мне кажется, оно будет очень неудобное в носке, потому что оно с таким запахом, как халат. И при ходьбе оно немножко открывается. Вот как раз хочу затестить это платье. Посмотрим, как оно будет. Платье оказалось максимально неудобным. Мне пришлось всю дорогу вот так вот рукой придерживать краешек платья. В противном случае это было бы нечто. Изначально я хотела выбрать себе классные босоножки. Я нашла то, что я хотела. Но, к сожалению, моего размера не было. Вот такая обувь стоила 55 монат. Но оно того стоит. Мне очень нравятся вот эти блестящие вставочки. Который раз подруга меня останавливает купить эту сумку. Она говорит, вот с чем ты будешь носить эту сумку? И я понимаю, что она права. Действительно, у меня нету ничего, с чем можно сочетать эту сумку. Я ее просто куплю, и она у меня будет пылиться в шкафу. Поэтому брать не стала. Стоит она 25 монат. Очень приятная на ощупь и выглядит супер красиво. Кто подписан на меня давно, тот знает, что раньше я была большая любительница бижутерии. И даже сейчас, когда прохожу мимо таких лавочек, здесь все кольца стоят 1 монат. 1 монат это 40 рублей. И здесь есть разные вариации. И все стоит 1 монат. И ты просто проходишь мимо и думаешь, блин, всего 1 монат может купить себе такое кольцо. А потом вспоминаешь, что ты обещала сама себе не покупать больше бижутерию, потому что через пару дней это кольцо развалится. И нафига. А потом ты опять останавливаешь себя и думаешь, блин, но всего 1 монат. Это же 40 рублей. Это же полдоллара. Ну, почему бы не взять? Я, в общем-то, пыталась я долго. Смотрела на все эти колечки. Здесь разные. И, кстати, есть разные размеры. Это тоже плюс. Здесь я кое-что выбрала для мукбанка. Пошла на кассу. Но там мне сказали, что карты оплатить сегодня не получится. Поэтому я, к сожалению, отказалась от своего приобретения. Еще здесь мне понравились вот такие вот мочалки, так скажем. Но я бы хотела, если честно, мочалку такую круглую, пушистую. Мне нужна новая мочалка для спортзала, потому что я обычно купаюсь именно там. Мы спорваны купаемся, потом уже идем домой. Но эти мочалки мне не очень понравились. И тут мы направились в магазин с косметикой. И тут мне снесло крышу. Посмотрите, какая крутая палетка от Revolution с такими зелеными оттенками. А вот это. Я обожаю красные цвета. Здесь также есть румяна, бронзер, хайлайтер. В общем, все, что хотите. А этот глиттер, это было что-то с чем-то. В общем, в этом магазине я топталась долго. Что не предлагала консультант. Я говорила, давайте. Хочу, хочу это, хочу и то. Вела себя, в общем, как сумасшедшая. Ну, в общем, как всегда, я очень люблю декоративку. Люблю вообще косметику. Получаю кайф, когда покупаю какие-то новые косметические средства. Хотя все это у меня есть. Все равно это какая-то зависимость. Девчонки меня поймут. Я вот пытаюсь добить косметику и в то же время покупаю новую. Я уже дома, девочки. И, наконец-то, спустя много лет, моя цепочка как новая. Очень красивая, нежная цепочка. Посмотрите, как красиво. Я прям в восторге. Я спросила в конце, когда ювелир уже выполнил свою работу, сколько я вам должна. Он сказал, что три моната. Я вытащила, дала пять. И сказала, сдачи не надо. Лишь бы не обманывайте своих клиентов. Вот такая вот цепочечка. А теперь буду носить ее. Итак, перейдем к основному. Мама на меня так смотрит. Кто-то обещал, что не будет покупать декоративку. Кто-то обещал, но это была не я. Я давно хотела попробовать эту тональную основу. У меня дофига тональников. Но мне захотелось просто попробовать. Я сегодня утром смотрела влог одной девочки. Она просто показывала, сколько у нее одежды, сумок тональных. И я поняла, что у меня мало всего надо докупить. Он есть в двух объемах. Это 30 мили и 50. Я решила сразу взять 50, потому что у них был тестер. Я смогла затестить. И оттенок мне идеально подходит. Плюс так экономичнее получалось. Тональный не дешевый, сразу скажу. Но много положительных отзывов слышала. Поэтому реклама действует на Айку. Также решила взять BB крем от Холика Холика. Он просто называется BB. До этого я его тестила. Это на самом деле очень даже плотный, тональный, который мне подойдет. Он есть разных цветов. Такой зеленый, желтый. Я решила взять голубенький. В принципе, плюс-минус они все одно и то же. Я сейчас его затестила. Он чуть-чуть мне темноват. Они все идут в одном оттенке. Но ничего, у меня есть тональный, которым я буду его разбавлять. Еще я себе купила две помады от Golden Rose из серии Velvet Matte в оттенке 0.3 или 0.2 и 14. 0.2 и 14. Невероятно красивый цвет. Это оттенок второй. У меня такая, кстати, помада была, но у меня закончилась. Вау, какой красивый цвет. Вот вам, пожалуйста, свочи. Внизу у нас 14 оттенок, а наверху 0.2. Когда я на мукбанках использовала 0.2 оттенок, мне всегда задавали вопрос, что это за помада. А 14 я покупаю впервые. На их упаковочке какие они масечки, я прям не могу. К сожалению, тестера не было, и вслепую пришлось купить еще вот такой карандаш от Golden Rose. И, конечно же, оттенок карандаша вообще не подошел. Ну ничего, я знаю, как замиксовать этот карандаш. У меня есть вот такая помада от NYX. Soft Matte Lip Cream оттенки Abu Dhabi. Очень часто ее использую на мукбанках. И вот как раз-таки с ним этот карандаш просто идеально. И последнее, что я приобрела, это тональный от Belle в оттенке 0.1. Я обожаю этот тональный. Пользуюсь им со времен, когда еще ходила в школу. И с тех пор не могу найти тональный лучше, чем этот. Советую всем. У меня 0.1 оттенок. Он совсем светленький. Я реально думала, у меня очень много тональных. Еще один у меня в сумочке. Неохота его доставать. Ну посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь тональных. Всего-то на все, учитывая, что вот эти вот вообще по половине. Поэтому с чистой совестью могу добавить в свою коллекцию еще три. Но еще я хочу очень купить коллаген. Я очень много положительных отзывов слышала о нем. Там просто огромный объем. Вот, хочу обязательно попробовать. Ну а вообще, если взять все эти тональные, больше всего мне нравится вот этот Belle. Просто нокаут каждого. Для кого-то, я понимаю, это как-то много. Ну и для меня самое то. Особенно Мишу я прям давно хотела, девочки. Как хорошо, что купила. Все не то, что просто разместилось идеально. У нас еще есть местечко для новых. Коллаген. Где ты? Но с этим платьем, девочки, я просто задралась. Я иду, и у меня все открывается. Ужас просто. Не знаю, что делать. Может, какую-то пуговицу сюда. Но это крайне неудобно. Я просто всю дорогу вот так вот шла и держала рукой платье. Очень неудобно. Только я пришла домой, и тут начался летний дождь. Обожаю, когда летом дождь. Вот был бы у нас здесь столик, можно было здесь попить чай. При такой прохладной погоде, опутавшись пледом. Вообще красота. У нас просто здесь раньше был туалет Твикса, поэтому здесь немножко воняло. А сейчас, я думаю, самое время купить какой-то пластмассовый столик. И можно сидеть пить чай. Единственный минус – это соседи, которые будут палить на тебя. Здесь, кстати, есть еще мои подписчики. Но, в принципе, я ничего плохого не делаю. Просто с мамочкой чай пьем. По идее, какая разница, видят меня соседи или нет. Но было бы хорошо, если мой балкон тоже смотрел в эту сторону. Но не фартануло. Капельки дождя. Хмурое небо. У меня такое шикарное настроение. Кстати, молния, вы заметили? Молния. Кушать буду голубцы. Еще здесь помидорчик, огурчик. Как хорошо, мам, что я не попала под дождик. Просто резко такой ливень начался. Я уже дома была. Это хорошо. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Я, знаешь, сейчас что говорила? Можно на мой балкон поставить небольшой столик и купить два таких классных стульчика и сидеть там пить чай. Возвращаюсь к вам на следующий день. Надеюсь, не сильно шумно, потому что у меня здесь открыто окно. Такой прохладный ветер дует из окна. В общем, сегодня мы с вами будем тестировать новый мой BB крем, как он называется, от Misha. По стенке 21. Я посмотрела в интернете. В ютубчике, оказывается, это не самый светлый. Там есть еще 13-й. Я взяла 21-й. Сейчас посмотрим. Я наношу тон прям пальчиками. Редко это делаю кистью. Мне так удобней. Вау! Какой красивый цвет! Я не знаю, почему. У нас большинство тональных, которые продаются, они отдают в желтый цвет. И это смотрится просто ужасно. Не люблю тональные, которые уходят в желтизну. А этот прям очень натурально уходит в серый цвет, как я люблю. Если вам желтят ваши тональные, то обязательно попробуйте этот от Misha. Там еще, кстати, был кушон. Надо его тоже приобрести. И очень хочу купить тональный от коллаген. Там было три вида. И мне хочется купить все три. Может, даже сегодня схожу, куплю. Сейчас мне захотелось косметику. Я вот покупаю как больная косметику. Хотя у меня была косметическая голодовка. То есть полтора года. Я не покупала ничего из декоративной косметики. Ну, кроме одной туши. Потому что тушь закончилась. И мне пришлось просто купить. Вау! Слушайте, девочки, какой крутой это он! Какой классный это он! Не зря его хвалят. И он стоит своих денег. Прям однозначно. Не знаю, как в течение дня он будет смотреться. Но я выдавила слишком много. Вот. Но ничего. Буду наносить. Но цвет супер. Не знаю, как зимой. Но летом он мне подходит просто идеально. И надо им пользоваться прямо сейчас. Я сразу решила взять большой. Там был 30 мили. Я взяла сразу 50. Как он круто скрывает недостатки. И его совершенно не видно на лице. Вот вы не поймете, на мне тональный или просто эта кожа такая. Однозначно я одобряю. Вообще большинство отзывов в ютюбе, они правдивые. Поэтому я хочу попробовать коллаген. Во-первых, он большой. Там 100 мл в каждом. Три вида есть. Там продаются. Я посмотрела, мне оттенок 13 нужно будет купить. К сожалению, камера не передает всей красоты. Но вы прям не прикопаетесь, что у меня на лице тональный. Вот совершенно просто незаметно. Идеальный тон. И цвет такой крутой. Вау. Просто вау. Может еще один такой купить себе на запас. На запас. Я люблю все покупать на запас. Немножко совсем припудрю лицо пудрой. Моей любимой от Rimmel Stay Matte. Супер дешевая пудра, но при этом очень даже любимая. Прям любимка. Чуть-чуть припудриваем. И получается просто эффект фотошопа. Потому что вот видите, как круто. Единственный минус этого тонального, он стоит достаточно дорого. Очень даже дорого, мне кажется. Румяна у меня, как всегда, от Слик. Все пытаюсь их добить. Здесь уже вот такой вот донышко. До конца года, надеюсь, что закончу. Помаду тоже затестим. Ту, которую я вчера купила. Хотя бы возьмите 30. Попробуйте, понравится, уже возьмете 50. Там была палетка от Revolution. Просто у нас в городе эти палетки стоят дороже. Можно заказать с сайта Revolution Beauty намного дешевле. Но там просто и доставка дорогая туда-сюда. Ждать надо риск и все дела. У меня много теней, все лежит. Брови у меня готовы. Надо их зафиксировать гелем. У меня такой от Evaline. И последний штрих. Вот эту помаду нанесем от Golden Rose, которую я купила вчера. Одну такую помаду я уже закончила. Открываю я дверь. И вот он лежит здесь. И мой радость, радость. Он мяукал. Просил, чтобы его впустили, когда мы делали макияж. Мамина радость. Мамена радость.